Здравствуйте! В эфире программа «По существу». Меня зовут Татьяна Филатова и сегодня у нас в гостях Наталья Ванеева, председатель регионального общественного движения «Зеленая Россия». Наталья, расскажите об этом движении, откуда оно пошло и какая его основная миссия. Это общероссийское экологическое движение, которое основала команда добровольцев, неравнодушных к проблемам экологии. Движение зародилось в 2013 году, когда на один из первых субботников «Зеленой России» вышло почти 2,5 миллиона человек. И с тех пор мы существуем, глава у нас в Москве и в Республике Чувашия в том числе. Основная миссия организации все-таки какая? Основная миссия организации – объединить людей добровольных, неравнодушных к проблемам экологии, неравнодушных к патриотическим проектам, неравнодушных к воспитанию детей в духе тимуровцев и объединить людей в духе возрождения национальных традиций и любви к окружающей среде России. Сколько сейчас уже в организацию вступило людей? Можете ли подсчитать уже? Вообще участвуют в проектах «Зеленой России» и в проектах и в самой «Зеленой России» более 86 регионов нашей страны. В каждом регионе, наверное, свои цифры будут. У нас по Республике приняло участие в последней акции «Субботник» более 17 тысяч человек. Я считаю, что это все зеленоросы. Если говорить о Чувашии, то когда она примкнула к этому движению и насколько это успешно оказалось? Три года назад впервые Чувашия вышла на массовые субботники. Активно Министерство экологии Чувашия поддержало эти субботники и поддерживает на сегодняшний день. Два года назад приняли участие в проекте «Лес Победы», то есть высадили сосны в Заволжье. Я считаю, что три года назад мы уже стали активно поддерживать позицию «Зеленой России». Какие основные акции и проекты разработаны в вашей организации? Основные проекты – это, естественно, первое – это «Лес Победы», то есть в честь павших в Великой Отечественной войне 27 миллионов, как известно, мы потеряли. Высаживаются именно деревья по всей стране. В этой акции в 2015 году приняло участие уже более 10 миллионов человек. Акции, которые рассчитаны не только на взрослых, но и детей – это увековечение, наверное, нашей памяти. Посади дерево, ухаживай за этим деревом, дай ему именную табличку и помни о том, кто погиб. Я считаю, что это такая самая масштабная акция, самая известная и самая поддерживаемая. Следующая акция – это «Субботники Зеленой России», которые проходят тоже два раза в год, весной и осенью, в которых принимают активное участие не только взрослые, но и дети, выходят семьями. Субботники можно проводить не только на уровне страны и республики, но и в своем дворе, в своем садике, в своей школе. Есть возможность принимать участие активное у детей в конкурсах «Зеленой России», которые тоже можно посмотреть, изучить на сайте genuborka.ru и во всероссийском масштабе, так сказать, заявить о том, как я красиво убрал садик, как я здорово убрал территорию школы. Конечно же, одно из таких важных и значимых направлений – это «Зеленая пионерия». То есть как раз-таки то, о чем мы говорим – привитие детям любви уже с малого возраста, как говорится, с молодых ногтей, социальной позиции, неравнодушного отношения к природе, неравнодушного отношения к своему дому, двору. Мы принимаем самых активных детишек по всей стране, которые потом уже с нами идут дальше в рядах «Зеленой России». Отсюда сразу вопрос – как вступить в ряды «Зеленой России»? Вопрос вполне логичный. Вступить в ряды «Зеленой России» очень легко, либо мы делаем это на сайте, есть анкета для заполнения, заполняется одним человеком, либо можно заполнить анкету сразу на предприятие, на организацию, заполняется руководителем предприятия. Все очень легко, все очень доступно. Либо позвоните, обратитесь ко мне, тоже все объясню, и будем уже идти дружно дальше вместе. Как все-таки завлекаете детей? Ну, понятно, зарегистрироваться может каждый, но ведь нужен какой-то стимул и понимание того, для чего это делается. Вот как вы детям объясняете? На сегодняшний день «Зеленая Россия» разработала такие достаточно интересные, достаточно новые для детей России экологические игры, которые дают возможность каждому ребенку побыть в роли министра экологии, поучаствовать в решении глобальных проблем страны. Все это очень доступно и понятно. Игры рассчитаны, одна из игр рассчитана на возраст 5+, которая более возрастная и более упрощенная для наших детишек. И вторая игра, она рассчитана на возраст 12+, которая интересна будет даже взрослым. Вообще у «Зеленой России» очень много интересных проектов, игр, квестов, мастер-классов, зорницы проходят, объявляется эко-лето. То есть вот летом в республике тоже мы объявим эко-лето, где дети смогут в лагерях поучаствовать, в экологических квестах, посмотреть, поприсутствовать на интересных мастер-классах от МЧС, от Росприроднадзора. Привитие, конечно же, у детей происходит только через интерес. Опять же, мы подписываем соглашение о сотрудничестве, вот недавно подписали с Домом творчества Московского района, да, и распланировали работу на год. Каждый месяц у нас проходят какие-то акции, экологические игры, либо конкурсы, посвященные природе, фотоконкурсы. Они подписали соглашение о сотрудничестве с нашим реабилитационным центром, то есть сложные детки, да, но которым тоже нужно иметь возможность где-то поучаствовать. И сейчас они будут участвовать у нас и во всероссийских конкурсах, и, возможно, даже выигрывать путевки. И в этом году было 70 путевок в Артек от «Зеленой России», куда реально дети со всей страны смогли поехать. Поэтому я думаю, что это зеленый свет. А со взрослыми какую работу проводите? Дети, понятно, вы их уже заинтриговали. Один из моментов, наверное, привлечения взрослых – это как раз-таки их дети. То есть когда приходит ребенок домой и говорит «мама с папой, я хочу отнести макулатуру в школу, потому что за эту макулатуру нам дадут денег, за которые мы закупим корма и отвезем собачкам в питомник». Наверное, мама с папой задумываются, что ребенок воспитывается в правильном духе, в правильном направлении. Вот как раз-таки одна из акций новых, она будет называться «От ребенка-зверенку», как раз-таки посвящена вот этой теме. Не только природа, не только экология, но и какие-то актуальные темы нашей республики по поводу питомника для передержки животных. Поэтому родители активно участвуют в субботниках, родители активно сажают лес Победы. То есть более 400 гектаров было высажено в Заволжье вот два года назад. Равнодушных, ну сложно найти равнодушных. Наталья, предлагаю провести небольшой блиц-опрос. Я вам задаю краткий вопрос, вы даете односложный ответ. Хорошо. Для нашей страны движение «Зеленая Россия» — это? Это гражданская позиция. Для вас «Зеленая Россия» — это? Это гражданская позиция. В чем сила «Зеленого движения»? Сила в объединении и, наверное, в способности поддержать. Чем каждый из нас может помочь природе? Посадить дерево как минимум. Наталья, спасибо большое за ответы. Наша программа подошла к концу. До свидания.